Вы слушаете Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Любывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Хотите на концерты классической музыки? Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Не устаем удивляться, конечно, возможностям современной техники Несмотря на то, что Елена Привалова, ведущая программы Вот культурная среда в данный момент находится за пределами Латвии Тем не менее, вот через все вот эти зумы Мы сумели как бы соединиться и с Еленой Приваловой И с сегодняшним гостем программы Пианистом и композитором Никитой Мдаянцем Здравствуйте, добрый день, Елена И я передаю вам уже бразды правления Здравствуйте, Олег Здравствуйте, дорогие радиослушатели Очень непривычно находиться не в студии Каждую среду А вот сейчас такая ниточка с Ригой Благодаря этой передаче Я безумно рада, что она существует И не оборвалась Есть возможность продолжать нашу культурную среду До этого мы полгода проводили встречи из студии По зуму с участниками А теперь Олег Пек организовывает нашу общую конференцию Для того, чтобы мы пообщались о музыке И поговорили о культуре И сегодня у нас замечательный гость Интереснейший собеседник Пианист, композитор Никита Мдаянцем Здравствуйте, Никита Здравствуйте, Елена Здравствуйте, очень приятно Спасибо за приглашение Никита, можно сказать Не можно сказать, а нужно сказать Очень интересная творческая судьба Это и вундеркинство И затем перешёл в творческую взрослую жизнь С тем же потенциалом И увеличил его Часто мы знаем случаи, когда дети вундеркинды Не справляются затем с творческим посылом И становятся обычными рядовыми Или музыкантами, деятелями искусства Но это не про вас И я посмотрела и интервью, и передачи Это действительно очень интересно И, конечно, много вопросов Как это получилось Но самый главный у меня, знаете, вопрос Среди ваших учителей Также есть ваш отец Известный пианист Александр Натаянц И он также обучал вас музыке А многие говорят, нет пророка в родном отечестве Что родителям очень трудно обучать своих детей Как у вас проходил этот процесс? Ну, я должен сказать, что В общем, он изначально Мой отец поступил достаточно мудро Так как он меня отдал С первого класса обучение в СМШ Коллеге старшей Тамаре Леонидовне Колос Вот, и я, собственно, всю школу Всю десятилетку Учился именно в её классе Вот И это, конечно, не отменяет Того, что Папа постоянно присутствует В общем, и по сей день В моём Как бы Так сказать, в исполнительском процессе Вот Ну, сейчас Понятное дело, меньше Но всё равно, тем не менее Когда я что-то выучиваю Всё равно Ценю очень Его советы Вот А Да, с самого начала В общем Так Так сложилось, что Вот я учился у Тамары Леонидовны Вот И чем старше становился Кем больше Папа увлекался в процесс Вот И поэтому Получается, с самого раннего возраста У меня всегда был какой-то комплексный подход У меня никогда не было Одного какого-то учителя Это и в дальнейшем проявилось Когда я поступил в консерваторию Я учился у Николая Арнольдовича Петрова По фото-пиано И На композиции я учился у Айсона Владимировича Чайковского Вот И Известно, что Айсона Владимирович прекрасный пианист Один из последних учеников Генриха Нейгауза И учился дальше у Ивана Умова И Конечно Тема пианизма постоянно Проявлялась В наших Беседах Помимо композиции Вот И было несколько Моментов Когда я даже Приходил Отдельно Наиграл что-то из Программы И особо Памятник для меня было Когда я Выучил концерт Бориса Чайковского Его дяди Вот И Пришел ему Сыграл Борис Чайковского И сам тоже играл этот концерт Вот В общем Такой вот постоянно был Какой-то комплексный у меня Потом Вот именно становление Как пианиста Вот И Папа Тем не менее Он всегда В общем Присутствовал То есть Красной нитью Проходит его Влияние Что у вас раньше Начало проявляться Ваш Ваш пианизм Или Ваша композиция Ну Как бы Очевидно Что конечно же Сначала Было освоение Инструментом Во сколько лет Вы начали играть Ну В общем Достаточно такой Стандартный возраст Это Пять с половиной лет В общем Начало Именно освоение Азов Нотной грамоты Это моя бабушка Этим занималась Она Голочелеска Учила Суру Строповича Вот И В общем Нотной грамоти Обучала Она Это мамин Мама Вот По сей день Это мой самый Такой Строгий Квитик Вот И Потом Конечно В какой-то момент Может быть Это произошло Через Так сказать Импровизацию В общем Именно Ощущение Инструмента Хотела Что-то Попробовать Создавать Какие-то Свои Звуковые Образы Вот И Как Сейчас Помню У меня папа Достаточно Рано Стал водить На концерты И он В свое время Достаточно Плотно Общался Ну Особенно В студенческое Время До того Как Уехал Валерий Афанасьев Вот Они Общались И В 90-е Афанасьев Стал Снова Приезжать В Россию Причем С таким Неординарным Программами Очень часто У него Что-то Смешанное С музыкальным Театром Было В общем У него Были Такие Выступления Он делал Из Картинок С выставки Из Крессериана Такие Театрализованные Представления Я Был Да Это было Уже Нулевые Года Я был На этих Концертах А В 90-е Вот Я был Совсем Маленьким И Как сейчас Я уже Понимаю Что это Было Афанасьев Играл Макрокосмос Джорджа Крама Вот И Сейчас Уже Будучи Взрослым Музыкантом Я знаю Что это За Произведение И как оно Устроено Можно представить Себе Какое-то Впечатление Оказало На маленького Ребенка Потому что Особенно С С той Подачи Как Афанасьев Мог Преподнести Это было Очень Впечатляюще Вот И я думаю Что Это тоже Заранее Оказало Определенное Влияние На то Что мне Как-то Захотелось Что-то В дальнейшем В таком Направлении Делать Что это Действительно Что-то Такое Впечатляющее Было Оказывающее На детское Сознание Когда вы поступали В консерваторию Сначала Как пианист Или сразу На два факультета Так получилось Что я В общем Поступил Сначала На композицию Потому что Именно Я попал В тот период Когда Отменили Бесплатное Второе Образование Для трех Специальностей Вот И я Решил Все-таки Сначала Пойти туда Где Больше Дисциплин Где Интереснее Потому что Я понял Что если Я пойду На фортепиано В факультет Я могу Подпусил Какой-то Лени Или чего-то Еще В общем Как-то Это дело Оставить И заниматься Факультативом Вот И я понял Что лучше Сразу Дать То что Интенсивнее И Действительно В тот момент Как-то Больше Был акцент Именно на Композиции Я Особо Честно скажу Не ездил Как Многие Мировесники По конкурсам Каждые Два месяца Я как-то Немножко Думался Фоном Меня То есть Я И У меня За это Даже Николай Арнольдович Укорял Что я Не уделяю Должного Внимания Не Не расширяю Такими Темпами Быстрый Репертуар В общем Немножко Как-то В развалочку Занимаюсь Пианизмом Вот Но тем не менее Была Оправдана Тем Конечно Что я Голова Погрузился На композицию Вот И особенно Когда я Попал В класс К Александру Владимировичу Чайковскому Для меня Конечно Тоже Был Важный Этап Тесное Общение С этой Личностью Вот То Сам Факт Того С кем Он сам Общался В свое Время То что Он мог Все это Передать Именно Не просто Как Носитель Всего Этого Была Живая Нить С той Эпохи Вот И Конечно Я Первый Что В общем Практически Все годы Учебы В консерватории Меня Прошли Под знак Композиции Вот И Параллельно Участие Николая Армольдовича Конечно Я Тоже Для меня Такой Важный Помент Был С такой Величиной С такой Масштабной Личностью Я общался К сожалению Он не очень Часто Имел Возможность Сдавать Уроки Так Как Он Много Гастролировал Вот И В основном Конечно Они у него На дачу Проходили Вот Знаменитая Дача На Никольной Горе Два Инструмента Ну Это тоже Такая Особая История В традиции Старой Русской Школы Да Именно Так И Как бы Сама Поездка Сюда На дачу Было Событие Ну И Конечно Каждый Урок Он Запоминался Отпечатался В памяти Вот Ну Конечно Все Назидания Недовольства Николая Новича Они Сработали Позже К сожалению Уже После Его Ухода Как раз Когда я Закончил Консерваторию Вот И Как-то У меня Немножко Курс Сменился Я Как раз Стал Наверстывать То Что Не Успел Годы Учебы При том Что Я в аспирантуре Был Композиторский То есть Так получилось Что Я Параллельно Практически Отучился И по Композиции И по Портипиано Консерватории В аспирантуре Я уже Формально Числился Только По Композиции Вот И Вот Этот Период Я как-то Стал Наверстывать И в Конкурсном Плане И в Репертуарном В общем Таким В общем Экспресс Такой вариант И конечно Немного Сказалось На том Что Стал меньше Сочинять Вот Ну Здесь Действительно Такой Баланс Сложно Соблюдать И это Я Александру Владимирович Мне говорил Всегда Что Всегда Будет Крен В какую-то Из сторон Вот Ну Тем не менее Как-то Удается Все Сотмечать По сей день Ну Кстати Александр Владимирович Чайковский Знаком Нашим Слушателям Рижанам Благодаря Тому Что у нас Уже были Два гостя Его ученика Как раз Кузьма Бодров Его ученик И Алексей Сюмак Можно сказать Что сейчас Александр Владимирович Воспитал целую прияду Талантливых Молодых Композиторов Которые Не только пишут Но они Востребованы То есть Много ли у вас Заказов В каких вы Жанрах Больше любите Писать Ну У меня Так сложилось Что больше У меня Камерной музыки Потому что Чаще всего Я пишу Е По просьбе Коллег Инструменталистов Друзей Старших коллег Очень много Вещей Написал Для Александра Винницкого Профессора Нашего Скрипача Практически Каждый год Он Очень много Играет И причем У него Программы Такие Масштабные Скажем Все концерты Моцарта И причем Он пишет Свои Каденции И Он Просил Меня Таким Концертом Написать Какие-то Такие Пьесы Ну Не то Что это Парафраз Ну И с Использованием В общем Материала Конкретного Композитора Которому Которому Посвященный Вот Скажем Абонемент Какое-нибудь Произведение Ну И с тем же Составом С оркестром Вот Я писал Он играл Симфонию Кончертанта Я писал На Тему Из второй части Такую Небольшую Пьесу Потом У него Баховский Концерт Тоже Какой-то Дайте Будь Преурочен Я написал Пьесу На Интермец На Тему Из Магнификата Баха И Ария Квир Испексит Вот Я на эту тему Тоже Как-то Там В общем Использую Очень часто Получается Чужой Материал Такой Длиннее Идущий От Стравинского Такие Произведения Как Поцелуй Феи В общем Мне В общем Нравится В таком Направлении Даже От Петра Ильича Чайковского Когда он Брал Русские Народные Песни Тот же Квартет Сидел Ваня На диване И очень Много В таком Духе В общем Это Даже Не парафраз А Я даже Не знаю Как Обозвать Тот же Пианист И величайший Композитор Сергей Рахманинов Также Рапсодий На тему Паганини Ну да Но там Это скорее Больше Именно Как Вариации Такие Более Ну не то Что строгие Но Больше Таких Рамках Написано Именно То как Стравинский Делал Такой подход Оказался Близок Вот И потом Я написал Относительно Недавно Уже Такой Как бы Ни от кого Независящее Сочинение Скрипичный Концерт Полноценный В четырех частях Для струнных И ударных Премьера Была В восемнадцатом Году Дирижеру Максима Емельяновича И Александра Емельяновича Играл Этот концерт А сейчас Я Год назад Написал Тоже Попросил Меня Написать Для Концерт Должен Быть Его не было Из-за Пандемии Посвященной Биле Бетховена Он должен был Выграть Концерт Скипичный Романс И Тоже Какую-то Пьеску Просил Написать Я долго Мучился Потому что Бетховен Это Совсем Уже Другая Ну С Бахом Было Тяжело Но Бах В общем Такой Композитор Что его Не испортишь В общем И как Исполнитель Можно Если даже Ужасно Играешь С Романом Музыка От этого Не страдает А с Бетховеном Конечно Я долго Мучился Просто даже На этапе Того Какой материал Выбрать Потому что Настолько Специфический Композитор Для меня Потому что По сути Он Создавал Свои сочинения Из Каких-то Простейших Элементов Тематических Взять тот же Четвертый Концерт Где По сути Если вот так Разобраться Общие формы Движения Он создает Из этого Такие гениальные Звучания Для меня Всегда была Загадка Из каких-то Простейших Элементарных Частиц У него Получались Такие Миниальные Партитуры И Здесь Конечно Было Очень сложно Что-то Выбрать Такое Из чего Можно было Написать Новую Вещь И все-таки Я остановился На Скрипичном Концерте Потому что Во-первых Он должен Звучать В программе Вот Чтобы была Какая-то Зацепка У слушателя Вот И Там Небольшая Пьеса Получилась По сути Она вся Состоит Из Материала Ветховена То есть Там Комбинаторика Уже Из Элементов Первой части Вот Но Оказалось Что там Очень много Гармонических Элементов Я для себя Вычленил Которые Если их Отдельно Взять То они Вообще Никак Не Напоминают Ни наводни На какие Ассоциации Со скрипичным Концертом Потому что Они такие Основополагающие Вот И Когда слушаешь Концерт Они действительно Выделяются Так А вот Вырвать Из Контекста То Абсолютно Никакой Ассоциации Не возникает И я Вот так Этим Меня Эта Ситуация Выручила Вот И в общем Получилась Крепкая связь С материалом Концерта И при этом В общем Новое Сочинение Как-то Вышло Ну Пока Его еще Не Не сыграли Я думаю Что будет концерт В следующем сезоне Вот Тоже Это будет С оркестром Рудина Вот Александр Зайч Тоже Такой Для меня Очень важный Музыкант Так что Мы с ним Играли Я с ним играл Как пианист С его оркестром Он дирижировал Как раз мы играли Борис Чайковский Концерт Вот И Он дирижировал Один из моих Сочинений Для камерного Оркестра В общем Тоже Как У нас Связывает Детальная Жизнь Никита Перечислили Рассказывайте Про скрипичное Творчество Вот Для камерного Оркестра А как же С фортепиано Пишите И играйте Что-то Сам Своё Да У меня Есть Несколько Квинтетов С разными Составами Вот Так Получилось Что-то Я уже Говорил Чаще Для Друзей Либо Для старших Коллег Пишу Вот Но Иногда Хочется Самому Поучаствовать В процессе Вот Такой Квинтет Благодарный Жанр Во-первых Всегда Проще Его Собрать Всегда Есть Какой-нибудь Готовый Коллектив Квартет И Просто С ними Играешь Играешь В отличие От Того Три Когда Нужно Всех Солистов Высыплять Из их Графика Концертного Вот И у меня Есть Два Некомпактных Квинтета Почему Два Один Я написал С желанием Что-то Самому Играть В Камерном Ансамбле А второй Квинтет Собственно Это был Заказ Такой Настоящий С договором Это было В Америке Причем Совершенно Случайно Я получил Я Приехал После Будучи Финалистом Конкурса Венна Клайберна В 2014 Году Приехал Играть В Аризоне Очередной Концерт И Решил На бис Сыграть Свою Новую Пьесу Небольшую Абсолютно На три Ну Американцы Очень любят Когда С нами Поговорят После концерта И я решил Сказать Что Впервые Специально Для вас Вот я вам Сыграю Новую Пьесу Вот А потом После концерта Ко мне Подходит Господин Говорит Что он Представляет Место Камерное Общество И У нас Каждый год Проходит Абонемент И мы Делаем Делаем Заказы Современным Композиторам Всего Мира И Предложил Мне Вот такой Заказ Для Следующего Сезона Написать Квинтет Причем Предложил Мне самому Выбрать Коллектив С которым Я бы Хотел Сыграть Я Предложил Один чешский Квартет Мои друзья Очень близкие Квартет Имени Цемлинского Они играли Первый квинтет Мы с ними Записали Квинтет Вайнберга И потом Еще Играли В общем Известный Квинтет В общем Много чего Переиграли И Брамса И Франка Вот Я просто Так Ни на что Не рассчитываю Предложил Оказалось Что у них Будут Гастроли И они Просто Как-то так Согласовали И мы Сыграли Этот Квинтет Вместе В общем Очень приятная История Получилась Вот А потом Я написал Тоже С подачи Александра Владимировича В консерватории На факультете Медных Духовых На кафедре Медных Духовых Появилась Новая Такая Дисциплина Ну Точнее Дисциплина Экзамена Часть Госэкзамена Где они Должны играть Камерный Ансамбль Спортепиано Вот Александр Владимирович Написал Ассетет Для медных Духовых Спортепиано И мне Приложил Я написал Квинтет То есть Валторно Труба Тромбон Тубы Рояль В общем Такой Интересный состав Я вообще Очень люблю Медные Инструменты Я даже Не то что Играю Я Просто Могу Извлечь Звуки Понимаю Как Функционирует Труба Ну и Соответственно Сейчас Остальные Ветельные Нервные Духовые Инструменты У меня У меня Просто Дедушка Омагной Линии Трубач Был Он В свое Время Немножко Обучил Азам Я просто Понимаю Как Мактонировать Инструменты Мне Кстати Это Очень Помогает Писание Музыки И Преподавание Потому что Сейчас Инструментовку Веду Инструментовизм В консерватории Вот И В общем Написал Такую Такую Пьесу Вот А чисто Сольных Каких-то Произведений У меня Достаточно Мало Потому что Если я Что-то Пишу Скорее Хочется Для Составов Писать Что-то С кем-то Играть И Сейчас Стал Возвращаться Сольным Пьесом Скорее Так Чтобы Включать В программу Своих Концертов Концертов Да Чтобы Не быть Привязанным Коллективом К программам Других Музыкантов В общем Для Больше Мобильности Продвижения Своей музыки В общем Скорее Так Такой Интерес Потому что Конечно Интереснее Написать Для Большого Состава Или Для Камерного Чем Для Одного Инструмента Всегда Думаешь Ну Это Это Всегда Успеешь Написать Лучше Ну 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 С другой С другой Сторон Еще Из-за Того Что Больше Сейчас Акцент На Исполнительстве Тоже Тоже Время Написали Композитор Сочинения что все, как ни странно вроде, не какой-то гипермасштабный его сочинение, не по длительности, а по «Замуж», если сравнить с ним, понимать. Тем не менее, действительно, это такая всеобъемлющая партитура. Я сейчас к этому как-то пришел. Так получилось, во-первых, что я стал достаточно рано играть в его камерную музыку. И играл, конечно, не всю камерную музыку, но практически все его портеты, фортепиано, квинтет, причем играл квинтеты версий для групп фортепиано, сонатов. Он играл в опере «Ланчельные» сонаты, в опере «Ларнитовые» сонаты, «Скрепичные» тоже не те. Но, в общем, как-то действительно Брамс у меня вошел через камерную музыку. Потом, когда я играл оба его концерта, я их воспринимал уже как расширенный камерный ансамбль. Видимо, именно любовь к камерному музыцированию тоже проявилась в такой вот комплексе. Поэтому он действительно для меня один из важнейших. И удивительно то, что чисто фортепиано и Брамс у меня в репертуаре подставлен только третий сонат. Вот. И как-то скорее, наверное, потому что я ее воспринимаю как такую неорхестрованную симфонию, потому что там действительно просто какие-то такие плакатные моменты есть, которые просто человек не успел оркестровать, такое ощущение. Вот, потому что действительно как-то так написано. Вот, то есть как-то видит он у меня в сознании именно как камерный симфонический композитор. Поэтому он как-то так вот у меня так именно представлен в репертуарном плане. Какое произведение вы бы посоветовали Рижанам послушать после нашего эфира вот Иоганна Сабрамса? Наверное, «Порцепианный квинтет» и «Третью симфонию». Вот так, наверное, два моих самых задлинных сочинения. А если ваше сочинение, на какое вы обратили внимание? Ну, те же два квинтета моих, они такие достаточно показательные в плане того, что по ним можно составить впечатление о том, какую музыку я пишу. Еще у меня есть фортепианный концерт, который, ну, он не с оркестром, он с камерным ансамблем написал свой камерный диплом, что уже будет скоро идея. О, уже прошло 10 лет, как я его написал. в этом году, это 10-летие окончания консерватории. И его играл со студии новой музыки. Ну, тоже для меня такое очень важное сочинение, хотя много уже поменялось в сознании у меня. Но, тем не менее, я очень люблю это сочинение. Даже, наверное, ничего бы сейчас не стал там менять, в общем, оставил как есть. Партитуры бы не сжигали? Для того времени. Партитуры бы не сжигали? Нет, этого нет, точно. Никита, что для вас музыка? Ну, вопрос достаточно. Ты требующий либо какого-то общего ответа, либо долгого разъяснения. Очевидно, что это то образ жизни, потому что ни дня, наверное, не проходит, чтобы просто как-то не соотносить себя именно с музыкой. Я не говорю о том, что даже чисто контакт с инструментом или со своей... То есть ты действительно находишься нон-стоп в музыкальном пространстве либо в голове, либо звучащем. В общем-то, это действительно какой-то мир, в котором ты живешь. Вот. И если музыку отключить, такое ощущение, что отключить от воздуха, от каких-то ресурсов жизненно важных. То есть это один из таких жизненно важных ресурсов для меня, как вода, воздух. Вот так, наверное. если бы вы не были музыкантом, это возможно? Вы бы занимали какой-то другой... Ну, сложно предоставить, потому что в силу того, что в музыкальной семье родился, и как-то сразу меня окунули вот именно в такую специализированную образовательную среду США, и как-то, то есть, здесь уже изначально сложно представить какой-то другой выход, потому что если бы действительно до, так сказать, училищного периода проходило в таком ограниченном, более ограниченном таком режиме, то действительно какие-то другие интересы проявились бы. Я очень люблю историю, но не факт, что это могло, например, стать профессиональным интересом. Какие-то увлечения могли бы они перерасти в профессиональные ленинские, поэтому сложно ответить на такие вопросы. Дорогие друзья, к сожалению, наша передача заканчивается, у нас в гостях был российский пианист, композитор Никита Мдаянс. Сейчас сложное время, в Риге до сих пор не проводятся концерты, уже более полугода, но тем не менее, вот как мы сейчас общаемся из разных точек мира. Я из Оренбурга, Никита из Москвы, вы сейчас находитесь в Риге, и это время, когда можно вот так с помощью цифровых технологий послушать музыку и побыть в среде культуры. Я вас призываю послушать произведения нашего гостя Никита Мдаянца и произведения в его исполнении, достаточно много записей в Ютубе. Слушайте классическую музыку и будьте всегда с нами. До свидания. До свидания.